Девчонки, всем привет! Как вы поняли с названием видео, сегодня будут мои пустые баночки декабря. Девочки, снимаю их, и у меня тут получается их очень много. Тут также будет на заметку хозяйкам, немножко если получится декоративки. И если не получится сложиться все в одно видео сделать, то я, наверное, его просто разделю на две части. Так что, девочки, если вам интересно узнать, какие у меня были пустые баночки в декабре месяце 2015 года, тогда приглашаю к просмотру и поехали. Девочки, из серии хозяйкам на заметку я случайно наткнулась на вот такой вот отбеливатель от компании Активширами. Оксимакс отбеливатель кристальная белизна с активным кислородом. Девочки, я обожаю белые вещи, светлые вещи. И с появлением ребенка у нас появилась проблема пятен, которые совершенно невозможно иной раз вывести. Пробовала уйму разных, но вот сейчас остановила свой выбор на данном продукте, потому что, во-первых, его нужно совсем немножечко для того, чтобы отбелить и вывести пятна. А во-вторых, при использовании на детском белье он замечательно выполаскивается. То есть, его стоимость в пределах 200 рублей. Девочки, присмотритесь к данному продукту, все названия по возможности я, конечно, оставлю под видео в инфобоксе. Девочки, здесь 600 грамм, повторюсь, великолепно выполаскивается замечательно. Он отбелит, в общем, просто супер. Девочки, присмотритесь, если у вас есть такая же проблема пятен. Мой больной палец. Итак, девочки, поехали дальше. Совершенно случайно взяла попробовать вот такой вот концентрированный ополаскиватель для белья. Ну, здесь у меня получается миндальное молочко мягкость и уход с помощью экстрактов миндаля. Производитель нам говорит то, что данного ополаскивателя, он приравнивается к трем обычным неконцентрированным. Здесь его около литра 750 грамм. Что могу сказать? Вот этот кондиционер, один из кондиционеров, которым я пользуюсь, который действительно после того, как вы выстирали белье, прополоскали данным кондиционером, белье действительно мягкое и при всем при этом, несмотря на то, что вы его сушите, можете сушить его не только в квартире, но и, допустим, на улице, запах остается не то, что будет облаком вокруг вас, а когда, к примеру, вы берете полотенце, действительно очень приятный аромат белья идет. То есть мне это очень сильно нравится. Он не какой-то, знаете, броский. Вот этот запах миндаля мне очень сильно понравился. Он мягкий, но, естественно, из баночки он кажется таким жутким. Но мне очень сильно понравилось. Тоже присмотритесь, если найти по акции, то вообще просто прелестно. Мне вот этого хватило около двух месяцев примерно использования. Следующий продукт, это тоже у нас для белья будет. Это вернель. Так, вот такой вот вернель. Красненький. Здесь у меня масло апельсина и роза. Здесь один литр, тоже суперконцентрат, также ла-ла-ла-ла-ла. Вот этот концентрат мне нравится, как у меня после него, какой аромат у меня находится в ванной. Обалденно. Просто когда вы постирали белье, открываете стиральную машинку, стиральная машина у нас стоит в ванной комнате, после него в ванной комнате обалденный запах. То есть те, кто любит, чтобы в ванной комнате присутствовал какой-то интересный запах и нет возможности, допустим, жить свечи, либо нет возможности поставить, нет там, допустим, поставить какой-то свежитель воздуха, да, допустим, клейды все возможные. Я имею в виду автоматические. Вот эта вот штучка меня приятно удивила. Помимо того, что белье также мягкое, хорошо отглаживается. Вот единственное, что вот этот вот запах тут, он выветривается намного быстрее и на белье он не всегда будет ощущаться, как от фрош. А вот этот вот мне очень сильно понравилось. Тоже его использовала вместе с фрошем. И вот мне вот этих двух штучек хватило. Вот этот я, по-моему, пораньше купила. И вот он у меня закончился буквально накануне Нового года. Его здесь нужно совсем немножко. Мне очень сильно в нем это понравилось, девочки. Если вы еще не пробовали, обязательно попробуйте мне. Я вот лично вам советую, девочки. Классная штучка. Так, и еще одна бытовая штучка. Это у нас идет из фикс прайса. Это вот такие вот салфетки бытовые. Они идут универсальные. Здесь их 72 штучки. Легкая быстрая уборка с ароматом натуральных цитрусовыми маслами. В общем, ну, конечно, это не натуральные масла. И состав у них такой достаточно идет серьезный. Но могу сказать одно. То, что у нас маленький ребенок, и он очень сильно любит что-то кушать, бегать по дому, и оставлять все возможные пятна на мебели. Вот эта вот штучка моментально помогает мне бороться с этой проблемой. То есть все возможные пятна на мебели, на ТВ-зоне, на кровати, где угодно, на холодильнике. Очень хорошо убирает. И даже если у вас, к примеру, какие-то жирные пятна на стекле, очень хорошо уберет. Если вы не хотите доставать ваше обычное средство для очистки стекла, вы можете этим замечательно воспользоваться. За ту стоимость, которая сейчас продается, в принципе, еще можно покупать. Я его покупала за 49 рублей. У меня уже в покупках я вот сбегала буквально на днях и купила новую себе. То есть это та вещь, которая просто необходима. Из всех продуктов в виде салфеток для чистки и уборки дома, вот это вот просто пока лидирует. Так, девочки, это было все для дома. Сейчас перейдем, наверное, к телу. Я буду выбрасывать два своих геля для душа. Это у меня Johnson's Body Car идет с ароматом, с экстрактом папайи. Обалденный гель для душа, хорошо пенится, но, увы, ах, он не экономичный. Мне вот этой вот упаковочке при регулярном использовании мне хватило всего лишь на две недели. Девочки, в принципе, если его также брать по акции, по каким-то скидкам, то можно себе позволить. В принципе, аромат неплохой, быстро выветривается, кожу не сушит. Но если вы пользуетесь лосьоном регулярно после того, как вы принимаете душ, то, в принципе, этот продукт можно себе позволить. Достаточно неплохой, цена у него хорошая и запах тоже. Но буду ли я его покупать, наверное, даже не знаю. Как бы это не тот продукт первой необходимости. Но тот продукт, который я однозначно куплю, это у нас Efrache Jardin de Monde. Это у нас идет бодрящий гель для душа с ароматом флоридского грейпфрута. Девочки, это просто какое-то чудо-гель. Я так обожаю сейчас цитрусовый аромат, вот именно лимона, грейпфрута. Грейпфрута, я вообще его поклонница. Я люблю его как и кушать, так и на себя мазать в виде гель для душа. То есть обалденное средство, хорошо пенится. Мне его хватило на месяц при постоянном использовании. Здесь вот еще осталось. Я не знаю, тут какая-то нескончаемая баночка. Я пытаюсь его все добить-добить, и он никак не добивается. Девочки, но хорошая вещь, которую можно посоветовать и отлично подходит для подарков. Даже просто на 8 марта девочкам можно подарить на Новый год, но уже это прошедшая тема. Но если вы не сделали, вы в принципе можете купить пару гель для душа. И тот, кому вы дарите, ему будет очень приятно пользоваться данными продуктами. И что мне в них нравится, то что они не сушат кожу. Это, вы знаете, просто очень хорошее качество для геля для душа. Следующее, что я буду выбрасывать, это будут мыло. Первое мыло это Детол. Здесь у нас идет с абрикосом, медом и экстрактом абрикоса. Хорошее мыло, которое я буду покупать, покупать, еще раз говорю покупать. Потому что оно хорошо очищает, не сушит кожу. Можно использовать как и себе, так и ребенку. В общем, очень хорошее средство, хороший дозатор. Экономичный, его хватает также на месяц. Я думаю, в принципе, на большее рассчитывать не нужно. Оно от жидкого мыла, оно густое, приятное. И очень удобная помпа дозатор у него идет. То есть, как бы, девочки, если не пробовали, обязательно попробуйте. Следующее мыло, которое я тоже постоянно использую. Это уже для ребенка абсолютно идет у нас. Мое солнышко, кот прыгает. Мое солнышко здесь у нас с маслом авокадо. Я его использую буквально с рождения. Помыть ручки, когда вы просто дома, к примеру. Либо, ну, знаете, такое очень хорошее, гипоаллергенное мыло для рук, для ребенка. Которое оно не пересушивает просто. У меня ребенок склонен к тому, что его кожа быстренько реагирует на то, что какой-то не очень хороший продукт, она тут же у него в виде высыпания хлебосухостью. Данное мыло, оно великолепно для него подходит. Я вам тоже, девочки, советую. Его хватает, тут 300 мл, его хватает, конечно, намного больше, потому что пользуется только ребенок. Так что, девочки, если не пробовали, конечно, попробуйте. Дальше продукт у нас будет тоже для тела. Это будет, знаете, борьба с целлюлитом, борьба с лишними сантиметрами. Ну, либо мы, девочки, себе просто это представляем и думаем, то, что если мы будем пользоваться данными продуктами, не заниматься спортом, может быть, вдруг что-то появится. Здесь, наверное, вряд ли что-то, видите. Это вот такое вот масло антицеллюлитное. Здесь еще оно есть. Оно продается в аптеке. Тут 100 мл, девочки. Запах сейчас отвратительный. Но, когда я выбирала себе масло массажное, я почему-то захотела себе опять грейпфрут. И в аптеке мне посоветовал фармацевт, возьмите вот такое масло массажное. Здесь очень много экстрактов, грейпфрут. В инстаграм я обязательно на него сделаю обзор. Но что могу сказать? Чтобы он убрал у меня целлюлит, ну, наверное, я не знаю, вот я не увидела. Я не скажу, что у меня прям безумно сильный целлюлит. Но просто, чтобы он не появлялся, я думаю, для профилактики нужно этим пользоваться. Но единственное, что от него у меня появилось на коже, после его использования, естественно, я потом его смываю, принимаю там через какой-то, ну, там через час где-то я принимаю душ, у меня от него появились воспаления. То есть он забивает кожу, и на него кожа очень странно реагирует. Я здесь недопользовала, и как-то что-то, ну, так быстро прогоркло, и стало пахнуть не очень. В общем, девочки, я не очень сильно вам советую данный продукт. Если у вас есть какое-то средство антицеллюлитное, которое вам сильно очень нравится, если вам не сложно, посоветуйте мне, каким продуктом можно пользоваться в виде масел. Так, следующий продукт, это у нас тоже будет для тела, это от Корниер, будет тоник, он идёт с кофеином. Прочитать вам точно не смогу, потому что это был подарок из Германии, девочки. К сожалению, я его до конца не допользовала, но мне очень сильно понравилось, как он подтягивает кожу. У него очень приятный аромат, он такой, знаете... Я не могу его даже вот описать, потому что он и свежий, он какой-то, знаете, такой своеобразный, но он очень хорошо подтягивает кожу. Я знаю, что и в России у нас продаются такие продукты, так что, если вам нужно средство для тела, которое будет подтягивать кожу, я думаю, данный продукт очень сильно вам понравится. Здесь его объём 400 мл, срок годности после вскрытия, после открытия 12 месяцев. То есть, в принципе, очень даже неплохой, и он здесь содержит зелёный кофе. Так что, девочки, если не пробовали, конечно, попробуйте. Мне, в принципе, понравился данный продукт. Дальше средство для тела. Это просто я выбрасываю, потому что... Ну, я не вижу вообще необходимости пользоваться вот такими тестерами для солярия. По-моему, он здесь идёт, и он идёт здесь с автозагаром. Я их, в принципе, не вижу в таких сошетках какой-то там особенности им пользоваться. Поэтому я ими стала не пользоваться, и подарить никому не подарила. Так что просто выбрасываю, девочки. Ничего о нём сказать не могу. Хотя следующий продукт мне дали в пробник от Clorans, если получится, конечно, сфокусировать. Это у нас идёт лосьон для тела. Он, по-моему, идёт с лифтингом. Регулирующий и укрепляющий молочко для тела, стоящие текстуры. Lift Fermet. Действительно, очень хорошо наносится. Мягонький после него кожа. Она очень такая, знаете, приятная, бархатная, хорошо впитывается, не оставляет плёнки. И я, наверное, подумаю прикупить себе полноразмерку. Достаточно неплохое средство. На один раз мне его хватило измазаться от шеи до пяточек. Так что, девочки, я думаю, полноразмерки мне тоже хватит на хороший срок. Я не могу вам даже сказать, сколько здесь в этом тестере. В принципе, неплохой продукт, девочки. Если не пробовали, тоже попробуйте. Ну, конечно, в начале тестера, девочки. Тестеры, тестеры, только тестеры. Следующее средство. Так, у меня идёт уже для ножек. Это у нас Belita Vitex. Смягчающий крем для ног. Смягчает, защищает, дезодорирует. Вообще, я брала его здесь туба 100 мл. Брала его на лето. Но так как летом я пользуюсь в основном сандалями и у меня, по большому счёту, нет вообще проблемы, скажем, потных ножек, я, в принципе, вообще смысла такого крема не вижу. Ну, да, немножечко он смягчает кожу, но так, чтобы, как, к примеру, мой любимый крем от Dolce Milk, он этого не делает. Моему супругу понравилось. То, что действительно дезодорирует, как бы, очень даже неплохо. Но здесь даже чуть-чуть осталось. Он очень экономичный. Здесь содержится у нас масло чайного дерева, шалфея, прополис, пчелиный воск, лонолин, кокосовое и вазелиновое масло. Ну, в принципе, неплохой продукт за эту стоимость. Очень бюджетный крем, девочки. Я думаю, уже многие им пользовались. И, в принципе, если ему уже понравился, наверное, я повторю покупку. Следующий продукт у нас будет это голубая глина, очередная моя коробочка. Ой, обожаю вообще глины. Я не знаю, мне кажется, такое чудное средство, которое можно использовать как на волосы, так и для тела. Эту коробочку я использовала для тела. Мне очень сильно нравится после него кожа. Мне нравится то, что она какая-то становится, знаете, она перерождается, отшелушивается, какие-то неровности, если у вас бывают воспаления, какие-то на коже, очень хорошо убирают. Мне очень сильно нравится. Это же для вас просто, если я вижу, что мои волосы становятся, очень часто их приходится мыть, то есть они по какой-то причине превращаются в жирные волосы, там, да, вот жирные корни. Бывает такое, что вы помыли голову и буквально на следующий день голова жирная. Девочки, я советую вам просто хотя бы раз в две недели пробовать такую масочку на волосы. Здесь все написано, как ухаживать за волосами, кожей, головой. То есть, в принципе, она не навредит девочке, не бойтесь, но регуляцию сальных желез, которые у нас расположены на голове, именно где волосы, да, она очень хорошо регулирует для того, чтобы просто у вас вы не было того, что вы очень часто моете волосы и травмируете их тем самым. Так что, в принципе, девочки, присмотритесь, очень бюджетно. Мне очень сильно нравится. Следующее средство для волос у нас это опять очередной мой бальзамчик для волос. Бальзам-кондиционер от Belita Vitex с кашемиром и биотином. Просто, знаете, девочки, я действительно влюбилась в данный продукт и вам советую попробовать. Мне очень сильно нравится. Единственное, что неэкономично. Мне его хватает здесь раз на 5-200 мл, потому что его нужно на мои волосы, на мою длину достаточно очень много. Но с учетом того, что он стоит в пределах 60 рублей, я думаю, этот продукт можно себе позволять. После того, что, когда вы им пользуетесь, очень хорошо идет укладка на волосы. выбрасываю свою любимку. Уже сейчас я поняла, что это моя любимка. Это антипреспирант от Nivea защита антистресс 48 часов мягкий уход антибактериальный комплекс цинка. Девочки, что могу сказать? Я заметила, что за последний год те дезодранты, которые в виде спреев, они вызывают у меня аллергию. А вот такие антипреспиранты мне нравятся тем, что после того, как вы его нанесли, вы можете просто протереть ролик салфеткой. В принципе, это гигиенично. А карандашики, которые твердые в виде кремов, я столкнула с той проблемой, что они скатываются в области подмышек, раз мы говорим о дезодранте, они скатываются в области подмышек и это становится не очень эстетично и как-то не очень приятно. И не всегда такие кремы, которые вот в карандашах твердые такие, они спасают вас от потоотделения от запаха. Они, мне кажется, даже забивают. А вот этот очень легко в применении, он жидкий, его хватило мне больше, чем на 2 месяца при регулярном использовании. здесь 50 миллилитров и запах хороший, защищает от запаха пота, защищает от подливости, если у вас есть, так он для меня, он очень хорошо подошел, так что, девочки, присмотритесь. Следующий, выбрасываю дезодрант, с радостью выбрасываю дезодрант от Garnier Man, это у нас ледяной экстрим, 72, но он стоп, мужу нравится, ему нравится аромат, ему нравится, как он действует, но в моем присутствии данным продуктом он не пользуется, то есть, когда он, допустим, у меня получается так, что он пользуется, когда я не нахожусь вообще вблизи, тогда нормально, если я рядышком, то я просто бегу и начинаю пить таблетки от аллергии, потому что жутко в душе, девочки, просто не представляете себе даже как. Следующее средство, это у меня будет для ручек, тут у меня и кот и ребенок погрыз, это бархатные ручки крем для рук с органой, королевское органове, длительное питательное действие, интенсивное увлажнение 48 часов, сохранение молодости рук. Девочки, я его брала тоже на скидки, в принципе, это тот продукт, который стоит у меня просто возле раковины, где я мою посуду на кухне, после мытья посуду я им пользуюсь, я не могу сказать, что он хорошо увлажняет, я в поиске своего крема для рук, но это то средство промежуточное, когда вы помыли руки, просто намазали кремом и в принципе, какой-то уход должен быть за руками, потому что чистящие средства в виде флэри либо еще каких-то продуктов, они очень сильно пересушивают кожу рук, в частности, мою, поэтому, девочки, вот этот продукт, который у меня стоит на раковине, я в принципе им довольна, и я их покупаю, такие крема, и ставлю их там, потому что, ну, увы и ах, это просто необходимо. следующее средство, это у нас будет уже, наверное, для лица, выбрасываю пробнички от греческой, от греческой серии, это у нас идет фрешлайн, это у нас пробнички, у нас идет сыворотка темных кругов под глазами, да, действительно, девочки, мне очень сильно понравилось, ее мне хватило на недельку, и темные круги она потихоньку убрала, меня поймут, наверное, мамы и студенты, у кого идет недосып, усталость, и на глазках очень сильно это отражается, вот лично у меня, девочки, присмотритесь, спрашивайте у консультантов в Ревго, в Ревго, чтобы вам дали, потому что этот пробник, этот продукт, который нужно вначале попробовать, следующее, это у нас идет крем для кожи вокруг глаз, Гора, 2 мл, ну, это крем, который, в принципе, знаете, 50 на 50, знаете, у меня такое мнение о нем сложилось, я его использовала в первой половине дня утром, неплохо так, как бы увлажняет, на него хорошо ложится макияж, но я не пользуюсь какими-то консилерами такими серьезными, но тушь течет, в принципе, при похлости под глазами он убирает, неплохой крем, девочки, но тоже нужно пробовать, выбрасывая пробник, мне давали в Клоранс, прикольный крем, но силиконистый мне показалось, либо пробник, я не распробовала, я его нанесла на лицо, для меня было немножечко, как-то, вы знаете, не по себе кожа, ощущала, я его чувствовала на себе, но на шею, декольте мне очень сильно понравилось, то есть хороший продукт, дальше я использовала крем, тоже мне его давали в Ривго, дневной крем, Фин Элемент, с экстрактом райских зерен, такой вот кремчик, но знаете, я вообще, как бы этот крем, когда нанесла, он у меня быстренько впитался, и у меня было такое ощущение, и жирности, и в то же время сухости, как-то что-то я не поняла, то есть, ну, наверное, это не мой продукт, вот честно, как-то, наверное, нет, я его точно не знаю, и следующий продукт, который я вам хочу показать, это у нас будет тушь для глаз, от L'Oreal Telescopic, идет в Underpuff, силиконовая щеточка, все, наверное, ой, простите, все этот продукт, наверное, знают, у нее вот такая вот щетка, так, как бы вам показать, такая вот щеточка у нее, идет силиконовая, знаете, ее мне посоветовал консультант, в L'Etoile, это была покупка из магазина L'Etoile, когда летом мне нужна была именно водостойкая тушь, для того, чтобы она не текла, мне сказали, вот, попробуйте вот это, она очень хорошая тушь, и разделяет, и поможет создать, очень красиво, объемно в ваших глазах, и ко всему к этому она не течет, могу сказать так, что раньше я покупала тушь телескопик, мне она не нравилась, но эта тушь мне абсолютно не понравилась, я ей пользовалась буквально, ну, может быть, раз, пять, наверное, и ни разу она не произвела на меня должного эффекта, я решила, что, в принципе, зачем мне ее держать, я могла бы ее, конечно, кому-то передарить, для того, чтобы ее пользоваться, может быть, тому человеку подойдет, но я, наверное, думаю, то, что это не тот продукт, который стоит передаривать, так как я им пользовалась уже, и не хочу как-либо навредить другому человеку, потому что у каждого свои клещики, которые находятся в полосах, да, и ресничках, и поэтому, как бы, не стоит их раздаривать, так что, девочки, я не советую эту тушь, мне она не понравилась, так что, буду искать еще какую-то тушь, которая мне подойдет, на как раз тот период, когда мы плаваем в речках, в морях, в озерах, так что, девочки, увы, ах, и на этой ноте я с вами попрощаюсь, надеюсь, вам данное видео понравилось, если да, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам интересно смотреть, и не пропускать мои видеоролики, а мы с вами увидимся уже достаточно скоро, в видео о покупках, а я вам желаю, конечно, оставаться любимыми, красивыми, и не забывайте о том, что я вам желаю хороших, огромных скидок, не забывайте о том, что вы самые-самые лучшие в этом мире, а с вами была Ваша Ира, всем пока-пока,